Очередь за здоровьем. Новоуренгойские родители недовольны ситуацией, которая складывается в детской поликлинике. В связи с тем, что медучреждение на интернациональной закрыто на ремонт, приходится возить ребенка к педиатрам, которые работают на железнодорожной и в северном районе. Кроме того, в преддверии учебного года поток желающих получить справки о состоянии здоровья детей серьезно возрос. Марина Кошмак с подробностями. По утрам в поликлинике номер два в прямом смысле слова не протолкнуться. Сотрудники медучреждения работают в авральном режиме. Скоро 1 сентября юные новоуренгойцы вернулись в город, и им нужно пройти медосмотр. Чтобы попасть в кабинет к специалистам, порой приходится выстаивать многочасовые очереди. Очереди есть, но можно немножко потерпеть. Но в среднем где-то полтора-два с половиной часа посидеть придется. Мы входим в положение, всем нужен детский сад, в школу, поэтому ничего страшного. Одни родители терпеливо переносят временные неудобства, другие менее сдержаны в эмоциях. После того, как детская поликлиника на улице Интернациональная была закрыта на ремонт, все дети южной части города вынуждены обращаться за помощью на железнодорожную, где условия не располагают к долгому ожиданию. Мы стоим с 9 утра, и так же весь народ стоит с 9 утра. До сих пор вот только вот сейчас вот пошел прием. Ну, принимают, но очень много людей. Это же 1 сентября, понятно, что все приезжают. Мы здесь тупо сидим, в этом помещении, где нет ни вентиляции, ничего. Кто не выдерживает, падает в обморок здесь. И это все 2-3 часа. Главврач Новоуренгойской больницы ситуации знакома. Наплыв маленьких пациентов и трудности, связанные с этим, предвидела. Поэтому все специалисты медучреждений работают по специальному расписанию, чтобы максимально облегчить горожанам прохождение осмотров. Принимают до последнего человека, никому не отказывают. У нас нет квот на количество сделанных анализов. Хотя по многим субъектам Российской Федерации давно установлено. В принципе, это возможно было бы сделать, что берем 30 человек и все. Но для того, что зная специфику нашего города, что многие в отпуск ездят именно летом и приезжают действительно перед школой, мы, конечно, этого не сделаем. Поэтому временные трудности нужно просто потерпеть. Накануне закончились торги, где была определена компания-подрядчик, которая будет делать ремонт детской поликлиники на улице Интернациональная. Уже известна и предположительная дата окончания работ – 1 января. В обновленном медицинском учреждении маленьких пациентов и их родителей будет ждать и приятный сюрприз от неравнодушных горожан. Мы получим очень удобную, красивую поликлинику. Кроме того, хочу вам сказать, что к нам обратились некоторые предприниматели, которые абсолютно самостоятельно и попросили, и сказали, что они готовы даже украсить нашу поликлинику, причем детскую, необычно. Врачи призывают горожан проявить терпение. После 1 сентября число пациентов сократится. Из отпусков выйдут остальные работники поликлиник. А пока же все работают в усиленном режиме. Марина Кашмак, Артур Цвелюк, Служба новостей «Импульс».